Добрый день! Студия Аре сегодня будет говорить о российско-грудненьких отношениях. Это тема, которая за последний период довольно-таки активизировалась, и наша медиа, конечно же, уделяет немало внимания. О данной теме мы часто говорим как раз об отношениях между Россией и Грузией. И, конечно же, возникает очень много вопросов, то есть означает ли урегулирование отношения с Россией возвращение Грузии в СНГ, или отказ от вступления в НАТО и отказ от евроинтеграции. И есть также масса других вопросов, которые у нас возникают, и все это, конечно же, связано с внутренней ситуацией в стране. Сегодня мы постараемся вместе с нашими приглашенными экспертами обсудить несколько важных аспектов российско-грузинских отношений, так как уже несколько лет практически межгосударственных отношений между нашими странами практически нет. Это Елена Хаштаря, представитель Ассоциации Грузии, Заланджа Паридзе, представитель фонда сотрудничества Евразии, Георгий Каннашвили с Кавказского дома, и Андрей Сущенцов, профессор МГИМО, представитель этого университета. Добрый день, дамы и господа, и перед тем, как мы приступим к нашей дискуссии с нашими гостями, давайте посмотрим небольшой сюжет, который подготовил наш коллега Ниноги Лешвили, и как раз сюжет, свежет и говорится об отношениях между Россией и Грузией за последнее время. Официальные дипломатические отношения между Грузией и Российской Федерацией были установлены в 1992 году. В отношениях между двумя странами существуют сложности. Следует выделиться особенно острым событием. 2005-2006 годы Введение России эмбарго на грузинскую продукцию. 2006 год Закрытие России пригранично-пропускного пункта Верхний Ларс. 27 сентября 2006 года Содержание четырех офицеров Российской войны о разведке с обвинением в шпионаже. За данным фактом со стороны Российской Федерации последовал отзыв посла. 2 октября 2006 года Россия прервала все велетранспортные сообщения с Грузией. Депортация грузин из России. Аугуст 2008 года Российская грузинская война и признание Южной Осетии и Абхазии независимыми республиками. 2 сентября 2008 года Разрыв дипломатических отношений. По состоянию 2012 года стороны общаются только в женевском формате. Новое правительство Грузии объявило урегулирование отношений с Россией своим приоритетом. По мнению грузинских экспертов, восстановление отношений между двумя странами имеет большое значение. Разумеется, Грузия нуждается в России. Россия очень большая страна. Обладает огромными возможностями. И по большому счету, до сих пор остается нашим основным потребителем. Сейчас больше надежд на то, что наша продукция попадет в Россию. Несколько дней назад в Пилиси посетили три известных российских политолога. Федор Лукьянов, Николай Силаев и Андрей Сущенцов. Они провели встречи на тему перспективы отношений между двумя странами. Все отмечали необходимость диалога. В общем, вот такая стартовая позиция между Россией и Грузией. То есть, после длительной паузы с обеих сторон услышали желание урегулировать отношения. Хотел бы передать начальное слово по нашему гостю из Москвы, Андрею Сущенцову. Как вы считаете, Андрей, вот самым, так сказать, самая лучшая стартовая позиция, то есть, как бы, самым лучшим выходом из данного положения между Россией и Грузией, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, так, чтобы интересы обоих остатков были максимально соблюдены? Ну, я думаю, что это самое разумное, вернее, самое разумное начало этих отношений. Оно было бы связано сугубо только с теми вопросами, которые не касаются жизненных интересов, по поводу которых на этом этапе невозможен компромисс. Наверное, нужно... Понятно, что дипломатические отношения это перспектива не краткосрочное, восстановление их, но, учитывая, что между сторонами почти отсутствуют политические контакты, было бы разумно изолировать как вопросы жизненных интересов России и Грузии на данном этапе так, и вот все возможные, скажем так, недопонимания и преувеличения, которые связаны вот с возобновлением двусторонних отношений. Я имею в виду вот идеи о том, что тут возможно внезапно возвратное движение в сторону СНГ или в какие-то другие процессы интеграционные на постсоветском пространстве. Разумеется, об этом сейчас не идет речь. Несмотря на это, в первую же очередь встал вот этот вопрос. Не означает ли это возвращение Грузии в СНГ? Ну, вопрос стал, я думаю, скорее в таком общественном сознании, поскольку ожидания по поводу возобновления отношений очень большие в среде населения. И кажется, что постановка вопроса о будущей нормализации обязательно повлечет за собой интеграцию в эти все процессы. Среди населения Грузии или России? Ну, я думаю, в первую очередь Грузии. В России, в общем, понимаете, интеграционные процессы в СНГ, как они существуют вообще на постсоветском пространстве, вещь довольно комплексная. И то с трудом понимается общественным сознанием даже в России взять тот же таможенный союз, то, как он работает, и то, как происходила профессиональная дискуссия по поводу его необходимости, это был очень продолжительный процесс в экспертных сообществах трех этих государств. Казахстан, Россия, Белоруссия. Но не в всех странах СНГ. Ну, в силу того, что там членство индивидуальное, и каждый решает сам за себя, и правительство этой страны, оно взвешивает все за и против, нужно это ей или не нужно это ей. И когда они принимают это решение, они понимают, что будут издержки, и будут выгоды. Но в смысле таможенного союза, сугубо экономический, там нет никакой надстройки, которая бы побуждала даже иметь консолидированную политическую позицию. И в этом отношении, конечно, это гораздо более сложно, чем просто так взять и кого-то пригласить. Более того, через... Значит, вот этот же таможенный союз раздался из Евразес, а у Евразес широкий круг членов. И не всех членов этой организации приглашают сейчас в таможенный союз, хотя они туда просятся. Это гораздо более сложная вещь экономическая и тонко настраиваемая, поэтому говорить о том, что это первоочередной вопрос российско-грузинских отношений совершенно неправильно. И я вообще не просматриваю перспективу, когда он может быть поднят. У нас в отношениях сейчас такой завал, что нам нужно начинать с совершенно базовых вещей, и я не уверен, что на практическом уровне вопрос об интеграции встанет в обозримой перспективе. Как вы думаете, Леонид, вот позиции, о которых Андрей говорил, они являются начальными, стартовыми, так сказать. Вы знаете, в первую очередь, я бы хотел сказать, что процесс нормализации между нашими странами, который как бы становится как бы ажитированным, довольно ангажированным, то есть на данном этапе, когда вот столько говорят об этом, вы знаете, появилось несколько вот неправильных представлений об этих отношениях, которые, мне кажется, необходимо высказать с точки зрения реальности. Иначе, я думаю, что очень было бы сложно урегулировать наши отношения. Первое заблуждение – это о том, что проблемы с Россией у нас начались в условиях прежней власти, или хотя бы еще вот раньше. То, что у нас накопилось за эти несколько лет – вот еще одно вот как бы вот заблуждение. Вы знаете, сколько бы мы ни старались свалить, то есть, скажем, вот конфликт на отдельных личностях, история говорит об обратном. Я могу начать с 1783 года. Вы говорите о 90-х, 20-х веках, и могу характеризовать Россию страной, то есть, с которой вот в отношении Грузии никогда не уважались, не уважались, так сказать, взятые обязательства. Россия не выполняет международные обязательства, взятые по поводу Грузии. И, вы знаете, в те годы тогда вообще не было речи о НАТО. То есть, например, Молдова стала нейтральной страной, но ни одной проблемы не было урегулировано с Россией. Так что я думаю, что все-таки ключ конфликта – это в России. То есть, лежит в том, как Россия воспринимает мало государства вокруг ЕУ. Андрей, как так сказать, мягко охарактеризовал, что в России нет рычагов, чтобы приостановить процесс интеграции в НАТО. Знаете, вот об обратном говорит официальная позиция России, как раз которая определила, что Абхазия и Южная Осетия останутся признанными, что вопрос не будет пересматриваться России. И термин, который, так сказать, характеризует реальность «оккупанты» уже устанавливается международной терминологией. Мы и Россия официально заявляют, что Россия не допустит членства Грузии найти над НАТО. И если вспомнить слова президента Медведева, когда выступал перед армией, когда он сказал, что если бы не война в 2008 году, то НАТО была бы гораздо шире и ближе к нам. Конечно, никогда не возражая против диалога, всегда, конечно, нужно говорить, но всегда нужно четко знать, чего можно добиться в данном диалоге. Я не вижу, не понимаю, что мы еще должны сделать в отношении России, какие мы шаги должны предпринять, чтобы регулировать отношения. С нашей стороны, вы знаете, мы открыли визу в режим. Конечно, мы приветствуем российских туристов. Никакой проблемы нет с бизнесом России. И по цифрам доля бизнеса России, скажем, от России, наоборот, растет. Товарооборот довольно крупный. Были также успешные переговоры по поводу членства России в ВТО. И единственное, что имеет силу в отношении России, это есть как бы нажим со стороны Запада. В данной ситуации мы не остались один на один с Россией, и тогда мы добились каких-то результатов. Мы должны очень хорошо понять, что мы открыты в отношении России, России наоборот, но никаких проблем нет. Россия сама должна принять решение хотя бы в процессе переговоров, хотя бы проявить малейшую волю, хотя бы по присмотру шестипунктного соглашения, по выполнению данного соглашения, хотя бы на уровне первичных сигналов, или хотя бы по торговле, что происходит сейчас. Конечно же, для Грузии нужно, чтобы в лице России иметь крупного торгового партнера. За 7 лет, с 2005 года, Россия в нарушении всех норм ВТО осуществляет тотальный эмбарго на нашу продукцию. А Россия и тогда была членом, пока еще не была членом ВТО. Да, но сейчас, видите, она стала членом ВТО. Хотя есть международные признанные нормы, и это говорит о том, что если продукция представляет проблему для здоровья человека, то можно пропорционально принять какие-то адекватные меры по запрету, но как вы представляете, 7 лет, и вся эта продукция, которая завоевала другие рынки, вы знаете, у нас появилось 15 новых рынков, было все это время как бы вредное для здоровья человека. Мы должны понять, что это был политический рычаг. Когда мы говорим, так сказать, о восстановлении доверия, даже сейчас, вот, вчера вроде бы показаны были кадры, то есть нашего визита, наших бизнесменов, и, возможно, вот, к концу весны эти отношения могут быть восстановлены. Вы знаете, нам нечего, как бы не о чем умолять и просить, это проблема России. Россия сама должна понять это. Это как раз шанс не для нас, а для России, может быть, последний шанс, чтобы суметь, как бы, вот, регулировать отношения с Грузией. А правительство Грузии, вы знаете, полностью, как бы, направлено на западный вектор. То есть, если посмотрим, насколько твердо население Грузии поддерживает эвроинтеграцию, вы знаете, вот, там можно убедиться, и Россия просто не сможет развернуть данную ситуацию, данную данность. И я считаю, что для России как раз хороший шанс задуматься, и, вы знаете, невыполнение соглашений, то есть, оккупация, это не те формы в 21 веке, вот, по которым государство между собой имеет отношение. Вот, Россия должна хотя бы, скажем, вот, пустить реальный сигнал, что она готова к пересмотру серьезных вопросов. Тогда давайте посмотрим зал именно вот под эту точку зрения. То есть, есть ли ожидания, что, возможно, российская власть вот по этим пунктам, вот, о которых говорила Эленя? А, скажем, вот, хотя бы какой-нибудь сигнал продемонстрировать в отношении Грузии или власти Грузии? Или все останется так, как есть? Вы знаете, в том докладе, который был представлен нашими гостями, там говорится, что на фоне смены власти открылось окошко, которые дают нам шанс урегулировать отношения. Это довольно емкое понятие. Я считаю, что это зависит от того, насколько новая власть Грузии, то есть, насколько далеко она пойдет в ревизии тех отношений, которые существовали, доселе между Россией и Грузией. при условиях прежней власти. То есть, сегодняшняя власть должна направить какую-то инициативу, какое-нибудь предложение должно последовать от нее. Мне кажется, как раз Россия ждет каких-то инициатив. Вы знаете, Грузия – это оккупированное государство, и Россия от нас еще ждет. Если она ждет отказа от НАТО, вы знаете, Россия этого не получит. Я понимаю, позволите договорить. Я знаю, так сказать, позиции российских политологов, экспертов и политиков. Они не раз рассказывали публично, что это их позиции, они ждут от власти Грузии конкретных инициатив. А эти инициативы, какие они могут быть, вы знаете, лично у меня нет никаких четких ответов, так как сначала власть Грузии должна сформулировать свои позиции довольно четко. Вы знаете, от властных структур и личного премьера Грузии, я не расслышал, что мы предложили, теперь ждем инициативы. Они пока что предложили то, что они назначили спецпредставителя по переговорам с Россией. Это одно. А других конкретных предложений пока что не было. В то же время, так сказать, уже четко было заявлено, что власть Грузии не свернет с курса, который поддерживается нашим обществом. господин Иванишвили четко заявил, что территориальная целостность Грузии не будет меняться ни на что. То есть правительство Грузии не заплатит ту цену ради нормализации, которую, может быть, Россия от него ожидает. Я как раз считаю, что именно в условиях такой дискуссии, которая сейчас началась, возможно изыскать определенные компромиссные решения для того, чтобы в будущем они в виде рекомендаций были поданы властям обеих стран, и уже они начали думать над тем, что можно сделать в обозримом будущем, чтобы начать нормализовать отношения. Спасибо большое, Георгий. А как вы думаете, а что должна предложить власть Грузии и Россия, и чего мы можем ожидать взамен от России? Вы знаете, я не до конца могу с залом согласиться, что только назначение спецпредставителя имело место. Инициатива открытия железной дороги, участие в Олимпиаде в Сочи, тогда как мы уже признали геноцид черкесов, и там слова премьера были немного неуравновешены, видимо, он не совсем глубоко узнал контекст, и поэтому он сказал, что мы приветствуем Олимпиаду и обязательно примем участие, тогда как государство недавно признало геноцид черкесов. Не важно, согласен или не согласен, просто это было несоответствием, мягко говоря. Сам по себе вопрос об Олимпиаде это интересно, это второй шаг, и третий шаг, то есть ревизия севро-кавказской политики Грузии и закрытие того же пика, то есть довольно-таки антироссийского канала. Конечно, мы можем бесконечно спорить о назначении пика, но хотя это был все-таки позитивный шаг, по крайней мере, так было воспринято. и затем я считаю, что довольно много шагов было сделано, было немало инициатив озвучено со стороны власти Грузии. А чего мы можем ожидать, так я думаю, что мы можем ожидать того, что сейчас происходит. То есть на этой этапе, вот как Андрей тоже отметил, то есть говорить об интеграционных проектах, наверное, преждевременно, о каких предложениях идет речь. Например, сейчас мы начинаем отношения с Россией. Вот с той стороны, например, предложение об экономическом сотрудничестве, то есть согласие, так сказать, мы можем это воспринять ответным шагом. Например, даже вчерашняя встреча с Анищенко. То есть если реально, то есть там не очень много сфер. То есть, например, в том же документе, который был представленным Андреем Сущенцовым и Андреем Силовым, это всего пять сфер, где можно ожидать определенного прорыва. Я бы даже снизил бы эти пять сфер, так сказать, в начальном этапе. То есть я бы не стал выдвигать на первый план грузино-абхазка и грузино-остинские отношения. Здесь мы можем даже прямо с ними говорить без третьей стороны, так сказать. Я считаю, что экономика северо-кавказской политики Грузии, вот те сферы, а также оригинальное сотрудничество, а также гуманитарная сфера. Вот те, вот даже тот факт, неважно, что было, то есть в этой докладе, там, неважно, приятно или неприятно для чтения, то есть просто сам по себе тот факт, что подобная встреча состоялась, они приехали сюда, они вот сформулировали свое видение. и думаю, что неплохо было бы, если бы в недалеком будущем грузинские эксперты вот сформулировали бы подобные документы и приехали бы в Москву. Может быть, это было бы, так сказать, первым зондированием, так сказать, тех тем, как бы нащупать те темы, то есть и наверное они тоже узнали, как мы воспринимаем данную реальность. Хотя подобные встречи и до этого имели место, но сейчас уже можно начать работу, так сказать, над подобными документами, чтобы сформулировать грузинское видение, российское видение и думаю, что определенная сверка позиций точно произойдет. Хотя то, что все то, о чем говорила Эленя по внешним ориентирам Грузии в отношении конфликтов, а также отношения Грузии к этому. Я думаю, что не следует это дальнейшее ревизи. Наверное, красная линия для Грузии. А там мы можем ожидать каких-нибудь инициатив со стороны России? Не думаю. Наверное, хотя в самом документе отмечается, что Россия приветствует создание доверия между Грузией и Абхазским обществом. А министр Падо Закарешвили не раз высказывался. То есть в принципе тут контраргумента нет. То есть я согласен с таким настроем. Хотя по каким инструментам мы должны начать строить доверие, то есть признанием сторонами конфликта или не знаю. Я говорю со стороны России. То есть отказ от признания Абхазии Южной Осетии. Я не думаю, что никто ни в России, ни в Грузии, ни в Абхазии, ни в Осетии в этих элитах никто не рассматривает данный вопрос серьезно. Хотя должен сказать, что как в Абхазии, так и Южной Осетии в том же Цхинвале довольно-таки болезненно воспринимают потепление или может быть начало потепления этих отношений. И они довольно-таки тревожно поглядывают в эту сторону. Хотя я думаю, что в ревизии статуса, так сказать, я не открою Америку, если скажу, что в ближайшем будущем, как бы не потеплять наши отношения, ревизия этого уже не произойдет. И у России есть свои аргументы, как раз о которых, исходя из той логики, вполне понятно. Позволите добавить, в первую очередь мы должны понять, хотя очень хорошо, когда мы говорим о становлении доверия, и об этом, конечно, не может быть речи, доверие нужно восстанавливать. Хотя я приветствую другие креативные решения, но мы принципиально должны понимать, что восстановление доверия должно происходить, скажем, не за счет уступки для нас в важных международных позиций. Конечно, если мы признаем обходить сети, доверие восстановится, но для нас восстановление доверия это то, чтобы проблема была урегулирована так, чтобы мы с Абхадом будем жить вместе по-братски. А если это будет, например, термин, скажем, ослабления оккупации или любой другой проект, который будет способствовать легитимации оккупации, это не должно произойти. если, конечно, мы говорим о том, что проблема в конечном итоге должна быть урегулирована. В общем, в основном, доверие имеет свои пределы, и, кажется, именно в этом еще дело. Мы сейчас говорим об урегулировании отношений. Хорошо, мы начали диалог, а чего мы можем получить? Мы все говорим, что позиция России по интеграции в НАТО не изменится, по статусу не изменится этих республик, восстановится торговля, которую мы знаем, что в отношении Грузии и других стран для России это всего лишь рычаг воздействия, и в итоге мы получим угрозу, то есть параллельно, например, чтобы работать в многопланном формате, так, чтобы был утверден еще в дальнейшем термин оккупант. То есть я не говорю, что не должны говорить вообще, не вести диалог, но я говорю, что мы должны очень хорошо понимать, что по конкретной инициативе и по конкретным шагам мы должны вот пресечь вот эту линию, по которой Грузия ослабляет свою международную позицию. Сейчас мы выходим на рекламу, а потом вернемся к нашей дискуссии. За дискуссионным столом в студии мы говорим о грузино-российских отношениях. Перед тем, как я попрошу Андрея, вот у Георгия есть как бы вот одна реплика. Вы знаете, вот эти вопросы, которые существуют и риски, то есть те вопросы, которые, на мой взгляд, к которым мы должны подходить креативно, творчески, максимально пытаться их обходить. А если нету доброй воли другой стороны, как мы это должны сделать? Мне кажется ли так, что мы ослабим, скажем, женевский формат, что большой дискомфорт России и окажемся лицом к лицу с Россией один на один. Исходя из того, что Россия города сильнее нас, и уже третий век, мы уже говорим о российской оккупации, вы знаете, и тогда было, скажем, во время генерала Ермолова, терминология была такая же, то есть пока Россия не изменит подобные отношения, то есть любой проект как бы под названием восстановление доверия, вы знаете, даже если мы вступим в такой диалог, это может закончиться для нас серьезными рисками. Пусть Россия проявит волю, а потом мы уже будем говорить конкретно. Давайте послушаем Андрея, то есть чего Россия ожидает от Грузии и риски, о которых говорила Еленя, то есть тема оккупации и будет ли, скажем, будет ли Россия требовать, чтобы данный термин был окончательно извят из формата наших отношений, из любого потребления, и в том числе то есть чтобы начать переговоры КВ-1-1, то есть по многим вопросам Россия и Грузия в обход международного общества, то есть может быть создаст риск государственности Грузии. Вот есть ли дискуссия на эти темы в России и какого типа дискуссий вообще идут в России, то есть именно в той части общества, которая думает об урегулировании между нашими странами? Спасибо за вопрос. Я сначала хотел бы сказать пару слов по поводу прозвучавших здесь комментариев. Вы знаете, в Москве есть люди настроены очень радикально консервативно по отношению к российско-грузинским отношениям. Я рад тому, что не они сейчас управляют политикой Москвы на этом направлении, но в принципе существует одна из позиций в экспертном сообществе гласит, что нам не нужно потепление в российско-грузинских отношениях. И более того, это вообще не приоритет и непонятно зачем это нужно, потому что Грузия якобы ведет себя очень непоследовательно, не выполняет международные обязательства и в первую очередь обязательства перед Россией и это например, главная вещь, которая тревожит этих людей, это безопасность Северного Кавказа. Отсутствие сотрудничества с Грузией по этой болезненной для России теме, отсутствие системы... Вы можете указать договор, который Грузия не выполняет или обязательства, которые Грузия не выполняет? Я могу их просто перечислить, их очень много со стороны России. Вы если можете тоже указать на какой именно договор вы имеете в виду? Елена, поскольку мы здесь ведем профессиональный более-менее разговор, я хотел бы все же, чтобы мы сосредоточились на вопросах политики и того, что достижимо, а не того, что... Нет, вы сказали, что Грузия не выполняет обязательства. Это взгляд каких-то политологов или политиков. Я хотел бы пояснить, но кто-то из них действующий политик, кто-то уже стал политологом. Значит, в чем вот основная претензия была в принципе России, и эти люди особенно сейчас активно используют эти претензии по отношению к Грузии? Они говорят, что вот предыдущее правительство было добавляло необыкновенную долю неопределенности в двусторонние отношения. Например, вот это болезненный вопрос Северного Кавказа для России. Значит, отсутствие сотрудничества с Грузией по этому вопросу вынудило Москву по сути потратить огромное количество денег на укрепление границ с Грузией в одностороннем порядке. И эти меры многие в Грузии восприняли как антигрузинские. Но в действительности их надо понимать как попытка Москвы защитить свою границу. А у России, я напомню, самая протяженная схлопутная граница в мире. Во-вторых, систематически никто не может понять в Москве, даже среди людей в МИДе, с кем мне приходилось это обсуждать, даже на грузинском направлении, почему систематически не получаются двусторонние контакты между Грузией, Осетией и Абхазией. Почему этот трек всегда буксует? Потому что там оккупанты стоят. Вот в этом проблема. У нас никогда не было возможности действительно напрямую предложить нашим братьям в Абхазии и в Осетии те меры, гарантии. Если хотите, международные, но не российские, которые притворялись миротворцем и реально она там назначала своих граждан на должности самые высокие. И потом говорила, что мы, вот поэтому не получалось как раз урегулировать отношения между нами. То есть, если развивать вашу мысль, Россия формирует общественное мнение в Осетии и Абхазии? Нет, Россия оккупирует Абхазию и Абхазию. Это исключает какое-либо демократическое изъявление, желание. И там произошла этническая чистка, которая выгнала оттуда огромное количество людей, у которых там дома и которые не могут туда вернуться и по которым Россия тоже не выполняет обязательства. Это же факт. Я бы с вами согласился, если бы не это обстоятельство. Смотрите, вот вы осознаете, что то обстоятельство, что вы используете этот термин систематическая оккупация, посылает такой сигнал Осетинам и Абхазам, которые не так трактуют, что вы вообще их не видите. Мы их очень хорошо видим. Вы, если уйдете оттуда и там будут международные силы, которые уважают права человека и так далее, и под дулом пистолета не будут формировать позицию этих людей, тогда поверьте мне, мы сможем предложить очень много соблазнительных предложений и Абхазам, и Осетиям. Скажите, кто такой Баранкевич? Почему российский гражданин был на такой высокой должности в этой стране? Если вы нейтральное государство, которое желает урегулировать отношения и эту проблему, почему там назначались официальные лица граждане России? Почему они управляли там? Если вы нейтральное государство, в этом проблема. Я сейчас вместюсь с Орла Паракова, я передаю на русский, чтобы загнать позицию в углу. Вы знаете, очень важно, какие подходы у России. Если у России подходы, что здесь, мол, мы ни при чем, и вы не можете влегулировать отношения с Абхазией, это уже неправильный подход. Если российский подход будет таковым, что, вы знаете, сейчас 21 век, у нас были много проблем, и давайте выполним все международные обязательства, шестипункт и так далее. То есть, очень много можно предложить. Если мы действительно увидим фундаментальные изменения, мы можем добиться очень многого. Действительно, это было бы очень важно. Как оценивают ваше видение той позиции, которую формулировали российские политологи. Если продолжить, то речь идет о том, что смысл наших предложений побуждает посмотреть не на ближайшую перспективу с точки зрения того, как можно разблокировать этот тупиковый процесс. У нас не было задачи написать пропагандистский документ или написать доклад, в котором бы не содержалось никаких выводов и рекомендаций никакого анализа. Но вы же знаете, что фактор оккупации, о котором сейчас Елена Хоштаря больше всего говорит в нашей студии. Давайте коснемся фактора оккупации. Это существует в грузинском обществе. Это будет обязательное право. Это международное право. Это реальность. Я вас понимаю. Фактор оккупации. Как я понимаю, в грузинском обществе концепция оккупации и закон об оккупированных территориях возник в ответ на признание России независимости Южной Осетии и Абхазии. Это логичный процесс. В общем, понятны его пружины. Я хотел бы побудить подумать над тем, что практически в реальной перспективе и ощутимы. Какой результат и какой выхлоп от этой концепции на практике. Становится ли ближе Южная Осетия и Абхазия к Грузии, если называть людей, которые там живут и правительства, которые там живут, которые действительно работают, они действительно избираются, за них голосуют и причем голосуют за тех людей, которых иногда не поддерживают в России. насколько ближе они становятся к Грузии. Как поддержали, я помню, в Южной Осетии Алу-Джиеву, который так и не стал президентом. Это происходит довольно часто и в этом смысле для России, насколько я... Вы там демократию развиваете, значит, вместе с войсками, которые там стоят совершенно незаконно. Ну, войска же не голосуют, хоть их там много. А, то есть, войска это не фактор. То, что там стоят войска, они не влияют на процесс. Послушайте, в долгосрочной перспективе нормализации мы можем, я думаю, политически обсуждать масштаб и формат присутствия российских войск там. Никакого масштаба и формата не может быть. Это только должно быть согласие грузинского государства, частью которого, естественно, является Абхазия и Россия. Елена, согласитесь, если мы возьмем сейчас все вопросы, вот так их объединим в кучу и скажем, что вот, если эта куча не сдвинется с места, мы, значит, ничего не будем делать, то на этом, Нет, Андрей, проблема, знаете, в чем? Что стартовая позиция, с которой вы приезжаете, она уже исключает возможность регулирования вот с этих позиций. Если вы говорите о том, что... Так резко? Ну, мы сейчас в экспертном обществе, да, и те стартовые пункты, которые они предложили, включая интеграцию в НАТО и отношения с Абхазией и Осетией, и как бы попытка просто уйти в сторону и отказаться от всей ответственности, которую несет Россия в этом процессе, вот эти стартовые позиции, они не могут способствовать урегулированию отношений. Вы знаете, вот данная позиция, то есть довольно жесткая позиция, которую проводит Елена, это связано с тем, то есть давайте будем говорить о документе, то есть сам документ был довольно жестким в этом отношении. то есть о каком документе вы говорите? Вы знаете, мы можем говорить о политике России, которая еще более, еще жестче. Вы знаете, вот за последние годы мы наблюдаем за интересным процессом, то есть вообще, как бы вот в разрезе грузино-российских конфликтов, то есть конфликты, например, в Сан-Мальском регионе, то есть есть такое правило игры. То есть грузинская сторона пытается полностью демонизировать Россию. Абхазы и Сетины говорят, что у нас конфликт с Грузией, грузины говорят, что у нас конфликт с Россией, а Россия говорит, что давайте занимайтесь своим делом, решайте свои дела сами. Я думаю, что все три стороны грешат здесь. С нашей стороны я считаю, что Грузия должна признать, я думаю, что идем даже в это направление, что конфликт есть несколько слоев, несколько уровней. Конечно, никто не отрицает этого. И было бы, знаете, позиция, как бы, это страуса для нас, скажем, если бы, то есть не Россия, то завтра, послезавтра, Осетины и Абхаза, мы с ними помиримся, и очень быстро произойдет процесс примирения. лично я и многие грузины, которые вот участвуют в этих экспертных встречах, и так случилось, что в 2006 году мне пришлось побывать в Абхазии, я довольно хорошо знаю те настроения, которые есть в абхазском, астинском обществе. А вы знаете, было бы враньем, если сказать, что конфликт нет, то есть только фактор России. Конечно же нет, есть оба фактора, а Россия просто свой фактор отрицает. Родится в том, что мы признаем, что конфликт у нас с ней есть, но у нас нет возможности его регулировать. Там то Армято, Баранкевич, то другие официальные лица. Это просто цинизм со стороны Андрея говорить о демократии, когда там есть войска и должностные лица. Мы не говорим, что там проблем нет, мы говорим, что наоборот, давайте поработаем с Абхазами. Пускай там вступят международные силы, международный мониторинг, мы им доверяем. И дайте нам в этих рамках доказать Абхазам, что мы готовы защищать их права, их идентичность, уважать их культуру, их, скажем, особенности и так далее. Нам не предоставлялось такого возможности не сейчас в условиях оккупации, даже и тогда. Тогда просто они надевали голубую каску и так далее. И с нашей стороны было много ошибок. Конечно же было при прежней власти, когда, например, в 2006 году, 2006 года, мы можем говорить, что, например, вот тандем Аллацания-Хандрава довольно интересно работало, но как раз в 2006 году, когда были вот кодорские ущерб, кодорские события, а потом, когда была создана администрация Дмитрия Санакоева, с нашей стороны было очень много. Я думаю, что Санакоев и Кодорин, наверное, были не ошибками. Наверное, мы сейчас далеко выйдем в дискуссию. А это вызвало этот конфликт. А что было в 90-х? То есть мы вступили в СНГ, и России предоставилась возможность ввести свою политику в отношении Грузии. Вы знаете, здесь фундаментальная проблема в руках России, вот в данной территории. И Россия как-то мешает, чтобы с нашими братьями и сестрами сесть и реально обсудить наши проблемы. Я и Лена. У нас много ошибок. И когда мы призываем, скажем, им, конечно, очень-очень неприятно. Давайте послушаем зал. Я бы хотел вернуться к тому документу, который привезли наши российские гости. А там есть несколько интересных соображений, в частности, то есть отношений в Абхазии и Осетии. В рекомендациях говорится, что Россия поддержала бы перемещение людей, то есть разного рода отношения между грузинами и Абхазами. А там есть одна ремарка, то есть о структурирующей роли России. То есть Россия как бы выступает как бы контролирующим органом, то есть не дает возможность грузинской стороне, непосредственно контактировать с Абхазовыми и Осетинами. Вы имеете на общественном уровне, да? Да, да, да. А если то есть как суверенное государство, как они считают формально, то есть почему им не должно быть данного права как бы строить отношения по своему усмотрению с грузинской стороной. Это первое. А второе. В том же докладе говорится о том, что новая власть Грузия должна отказаться от поддержки террористской организации на Северном Кавказе. А Россия хотя бы один факт приводила, который подтверждает, что со стороны любой власти Грузии дефиксируется поддержка каких-либо террористов на Северном Кавказе. Знаете, публично это неизвестно. А если факты есть, то эти факты конечно надо озвучить, а иначе то есть подобные обвинения общество воспринимается как создание некого алиби в России, которое потом в дальнейшем существует какие-то силовые действия в отношении Грузии. Я понимаю, скажем, заботу России в том плане, что власть Грузии, особо претняя власть Грузии довольно активно вела себя в отношении северокавказских организаций, когда, например, открыли визу в режим и так далее. Но это не означает то, что это обязательно было направлено против российской политики или поддержку этих организаций. Наверное, очень интересно было бы ответ Андрей на ваши реплики. Помимо того, что существует очень глубокая такая укоренившаяся антипатия между обществами, и одним из следствий этого стало то, что, например, наши предложения, которые в Грузии многие, в общем, воспринимают как очень такие консервативные и во многом неприемлемые, в Осетии и Абхазии воспринимают как слишком либеральные и как что-то, что вообще преступно озвучивать после того, что произошло. И это отсутствие полного понимания отсутствия консенсуса даже между Россией и Осетией и Абхазией на этот счет. Тем более, между Грузией и Осетией и Абхазией показывает, насколько далеки друг от друга эти стороны. Мы полагаем, что для того, чтобы доверие начало выстраиваться между грузинами и осетинами и Абхазами, необходимо все же напрямую разговаривать с людьми, которые управляют этими территориями. С Паранкевичем, наверное, Я не знаю, какой он сейчас пост занимает, сейчас он не занимает, но вообще принципом том-то и дела, что... Вы знаете, хочу заявить, что несмотря на тот прессинг, который осуществляет российская сторона в Абхазии, рядовые граждане как бы на свой собственный риск осуществляют контакты с грузинами. Вот нашим фондом было поддержано несколько проектов, и если бы не тот прессинг, который существует, хотя бы на так называемой иностранственной границе, эти контакты были бы гораздо шире. И когда в том докладе прямо говорится, что это уже означает, что Россия желает ввести эти процессы под собственным контролем, то есть грузино-абхазские контакты. Я считаю, что то, что есть в данном документе, то есть данная часть, что Россия заинтересована, чтобы были экономические контакты, также перемещенные люди и так далее. Вот для меня самое главное послание, а не вторая часть. Вторая часть и так понятна. Вы знаете, чтобы... Давайте не будем смотреть это со стороны как бы ущемленных и обиженных грузин, а посмотрим как бы со стороны аналитиков как бы политики и думаем, что будет ли это вторая часть, что там есть российские интересы в этом вопросе и чтобы... Вот именно в этом проблема. А мы согласны на российские интересы здесь? А вы знаете, согласны мы или не согласны, это объективная данность, к которой мы должны противостоять. Давайте будем противостоять тем, что давайте воспользуемся первой частью, а Георгий как воспользоваться первой частью. То есть даже дети, которые переходят как бы через оккупационную линию, они боятся как бы оказаться на каких-то фотографиях. Вот как раз в этом роль России. Вот демократия, о которой говорит Россия. Мы должны об этом все-таки говорить, так как я считаю, что жизненно важные интересы Грузии входят, то есть как бы ни был опустошен Гальский район грузинами, там еще меньше, например, в Ахалгорском регионе, чтобы были нормальные человеческие контакты. Вы знаете, что в Гальском районе молодые люди, по крайней мере мужчины, то есть бегут по лесам, чтобы не оказаться в армии Абхазской. А если Россия не захочет, то есть возможно ли восстановить отношения, если Россия не будет способствовать этому, вы где-нибудь когда-нибудь видели, когда Россия пыталась способствовать восстановлению доверия и отношений, я думаю, что если мы будем вести более или менее нормальные отношения, политику, мирную политику, а в 90-х не было разве, мы же вступили в СНГ, что мы еще должны были сделать. Вы знаете, тогда наши стартовые условия были совершенно другими, тогда мы были гораздо более уязвлены другого положения, чем сейчас. Вы знаете, вот это не было даже несколько веков, чем они сейчас. Я согласен, вот Грузия 2013-го и Грузия в начале 90-х это были две совершенно разные страны. Тогда мы вступили в СНГ, я понимаю. Вы знаете, тогда была война. Вот я говорю, что мы как раз по заколдованному кругу ходим. Потом вступаем в СНГ, потом конфликт, Россия это не регулирует. Есть Запад, с которым у нас есть много общего, который уважает международные отношения, международные нормы. И как раз под нажимом Запада мы можем чего-то добиться. Я считаю, что в этом диалоге, то есть в режиме параллельного диалога с абхазовыми осетинами, и между прочим, в отличие от осетин, абхазы в самом деле осуществляют какое-то правление на той территории. Мы можем в данных условиях, даже в этих условиях, сделать так, чтобы каждодневная жизнь этих людей в этих конфликтных зонах улучшилась и стали ближе к человеческим условиям. Мы должны питать иллюзии, что в результате этих переговоров произойдет база покинут Грузию и так далее. Мы говорим о первых шагах. Речь идет о том, что у абхазов и осетинов, чтобы была дана возможность независимо развивать контакты с грудинской стороной. Россия там будет, если представлена, пускай она будет представлена в такой дозе, в какой она не будет мешать углублению этих контактов. сегодня фактически Россия выполняет роль некого контролирующего механизма. Она знает, что если контакты будут углублены, это может принести определенный вред России. И последний вопрос, Андрей, у меня такой. Как видят российские ученые, политологи, которые занимаются разработками систем политики грузино-российских отношений, своим союзникам международное сообщество. Как они видят своих союзников? Союзникам международное сообщество, союзника России, международное сообщество, Евросоюз или другие организации. Как в целом складываются эти отношения и каковы приоритеты России в области свадки? Я говорю, как Россия видит своим союзником международное сообщество в этих Вопрос к урегулированию. Вопрос к урегулированию. На Западе на пальцах руки можно посчитать специалистов, которые глубоко разбираются в нюансах межэтнических и этноконсессиональных проблем здесь на Кавказе. Поэтому ожидать от Запада что-то кроме грантов на исследование на этот счет или что-то кроме публичной поддержки этих инициатив может быть даже в форме декларации. Я думаю, что было бы странно в силу того, что практика показывает, что их усилия довольно ограничены. А женевский процесс это декларация? Это процесс, в котором участвует международное сообщество? Которое в чем состоит? Мы даем вам комнату, где вы встретитесь, и эта комната будет находиться не у вас, а не у нас. И не позволяют России вести себя так недобросовестно, как обычно они себя ведут. Как близко вас подводит к разрешению этих конфликтов, то ваше такое твердое убеждение, что только международное сообщество способно это все дело решить. Мне кажется, без того, чтобы мы сами это решили, никто-то за нас... Конечно, если не будет воли с вашей стороны, это решить невозможно. Почему? Мы считаем, что единственная возможность дойти до... Почему мы считаем, что нет воли с нашей стороны? Нет, потому что мы видим на это абсолютно всех. Вот как раз сам риторический вопрос, на который мы не сможем ответить в нашей передаче. Есть конкретные индикаторы, которые указывают на эту волю. Как интернациализировать конфликт бесконечно? Как это бесконечно? Делается его... Другой вопрос. Это индикатор доброй воли. Хорошо, вот приедет бельгийский наблюдатель. Он не говорит ни на грузинском, ни на абхазском, ни на русском чаще всего. И что он там будет делать? Он приедет, он напишет рапорт примерно такого же характера, как писала миссия ОБСЕ во время событий августа 2008 года. Такие нейтральные интересные рапорты, которые, в общем... А поэтому вы прекратили эту миссию, конечно. Вы противитесь любой возможности действительно найти общий язык с абхазами и с осетинами. А причем здесь наблюдатели? Которые не дадут вам возможность, например, воздвигать преграды для наших абхазских и осетинских соотечественников, чтобы они действительно пошли на прямые контакты. А это будет гарантией и для них, и для нас. Гарантия безопасности для них. Гарантия того, что они свободно передвигаются для нас. И тогда мы действительно будем иметь возможность. Это во-первых. А во-вторых, это ваше обязательство. Если вы подписываете обязательства и потом их не выполняете, как вы представляете вообще международные отношения без выполнения обязательств? Ну, знаете, это все равно, что общаться с невестой и с мамой вместе. Вот приходишь с мамой и говоришь, вот я буду говорить с тобой только пока здесь мама присутствует моя. А если мамы не будет, то я с тобой не буду говорить. Это правила игры в международном сообществе. Нет, ну я согласен, что если ты порядочный человек, то ты обязательно познакомишься сперва с мамой. Но, значит, тебе в принципе мама систематически в ходе этого контакта не нужна. Ты должен в общем... Извините, это плохое сравнение. Россия — это человек, который ворвался в мой дом, прогнал часть моей семьи, потом пришел, орбита, которому не помогает. Хотя бы в том, чтобы заглянуть в этот дом, и Россия говорит, чтобы вас я не видел здесь, потому что кто ты такой. То есть запусти его, чтобы еще раз побить сего. Не должно ли это закончиться? Какое маме невеста идет? Это всего лишь факт насилия. То есть... То есть Россия просто не уваживает международные права. Если Россия хочет это урегулировать, у нее есть возможность проявить подобную роль. Понятно. За этим столом, наверное, мы сможем найти истину. Но факт, что все соображения, которые были высказаны, они подлежат, конечно, для дискуссии. И есть фактическое состояние, о котором говорила Елена. А есть желание, чтобы это фактическое состояние поменялось. Сегодня российские политологи думают так. У сегодняшней власти Грузии есть свое видение. Начать нормализовать отношения. И предлагают определенные инициативы. И каких инициатив должна она ждать сторона России, пока что это из Москвы не слышно. По крайней мере, вот это та стартовая картина, которая у нас есть в контексте российско-грузии. Большое спасибо нашим гостям, Лена Хаштаря, Залдан Жапаридзе, Георгия Канашвили и Андрея Сученцова из Москвы. И мы надеемся, что мы еще раз... То есть мы часто будем говорить на эту тему. И надеюсь, что наши сегодняшние гости опять придут к нам. И надеемся, что мы сможем сказать больше, чем, скажем, вот это возможно при стартовых условиях. Большое вам спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok